Здравствуйте! Меня зовут Ирина Севрюгина. Я основатель студии Севира для начинающих блогеров. И я тренер по технике речи и постановке голоса. Я в прошлом была эстрадной певицей, более 30 лет мой стаж. После того, как я ушла со сцены, я окончила журналистский факультет, так что все, что касается речевого аппарата, голоса, дикции, я знаю не понаслышке. Так вот, что я вам могу сегодня рассказать в этом видео о риторике, о науке об искусстве речи или об ораторском искусстве. Да? С древнегреческого. А если говорить по-русски, то это просто-напросто красноречие. Так вот, что входит в понятие риторики, давайте разберемся. Прежде всего, это ясность и структура. Один из основных принципов риторики – это ясное, логически выстроенное, повествование о вашей идее или том, что вы хотели рассказать. Логика и ясность. Прежде всего, без всяких мыльных пузырей. Ваше сообщение должно быть четко структурировано, с четкими вводными словами, основной частью и заключением. Как в литературном произведении. Вступление, развитие, кульминация, завершение. Так и в речи. Строим структуру. Сначала мы вводим в тему, потом мы развиваем эту тему, потом кульминация. Допустим, если это продающий какой-то текст, то это предложение ваше. И дальше на спад до окончания. Но это схематически, просто в двух словах. Ну и чтобы подтвердить свое убеждение, очень важно аргументировать ваши доводы и для подкрепления убедительности привести, приводить примеры. Да? Логично. Мы сейчас схематически просто пройдемся по цепочке того, какие основные принципы и приемы риторики нужно нам с вами знать и о чем мы будем говорить в дальнейшем. Следующий аспект – это эмоциональная привлекательность ваша. Вы обязательно должны чем-то зацепить своей подачей, своей харизмой, своими эмоциями. Вы должны запомниться, вы должны произвести впечатление. В-третьих, о чем мы будем с вами говорить – это риторические приемы. Великие ораторы еще с античных времен применяли различные способы привлечь к себе внимание и заставить слушать себя, используя такие приемы, как, допустим, повторы, антитезы, риторические вопросы, которые не требуют ответов. Это все поможет создать эффект искусства. Вот, наверное, вы слышали, что один из крупнейших ораторов Древней Греции был Демосфен. Так вот, его речь была настолько яркой и своеобразной, и самобытной, и необычной, что он мог говорить не только, не просто часами, а днями, понимаете? Его слушали днями, собирались на площадях Агоры, помните, называется, да? И вот располагались там все удобно и слушали, слушали, слушали. Представьте себе, что должен был человек изобрести, чтобы так приковывать к себе внимание. В-четвертых, мы всегда должны учитывать, кто перед нами, то есть анализировать нашу аудиторию и строить свою речь относительно того, что интересно нашей аудитории. Представлять себе эту аудиторию, да? Если вы какой-то научный трактат защищаете перед почтенной публикой, то это вы одними средствами языка пользуетесь. Если же вы рассказываете о своем проекте и при этом показываете какую-то наглядную картинку, и перед вами люди, которые не очень хорошо разбираются в этом, то это совсем другая подача текста, согласитесь, должна быть, правильно? То есть тут уже умные, научные, заумные фразы, понятные академикам, не проканают. Надо говорить просто, доступным языком, да? Но не спускаясь, конечно, на жаргонизм, организмы там и арго. Без этого лучше обходиться, все-таки пусть публика подтягивается до вашего уровня, чем наоборот вы спуститесь до уровня ниже плинтуса. Важно учитывать их возраст, интересы, уровень знаний, ну и цели, зачем они к вам пришли послушать. Вот я сейчас вещаю и сразу сказала, что я для начинающих в любой сфере, будь то, если говорить о технике речи, то это могут быть кто угодно из начинающих, и эксперты, и предприниматели, и преподаватели, и менеджеры по продажам, например, или артисты, певцы каких-то самодеятельных любительских коллективов, потому что для более профессиональных есть, существуют школы, институты, это дело серьёзное, там занимаются специалисты высочайшего уровня и занимаются несколько лет. Я же вас посвящу только в самые азы, которые нам помогут с вами, по крайней мере, вести интересные блоги, в том числе видеоблоги. Как я уже сказала, подбирайте язык, на котором вы расскажете свою историю, ну или всё, что вы хотели рассказать, да? Пятый очень важный принцип – это голос и жесты. О голосе говорить могу до бесконечности. Голос имеет разные оттенки. Если голос не поставлен, у него могут быть, знаете, такие природные, очень резкие для слуха резонансные звуки. Может и от природы быть у человека очень мягким, красивым, бархатистым голосом. Но чаще всего всё-таки голос нужно ставить, как для вокала, так и для речи. Разницы нет. Вот я сейчас говорю на воздушной подушке. У меня внутренние мышцы всего аппарата речевого. Они натренированы до такой степени, что я могу говорить долго, не напрягая связки. Так что, что такое голос, нам для чего нужен голос? Для произнесения выразительной, громкой, чёткой речи. И опять-таки уточню, что громко – это не всегда хорошо. Иногда это очень тяжело воспринимается для слуха, если этот голос насыщен такими, знаете, высокими частотами, резкими, высокими частотами, но без уменьшения звука такой голос слушать трудно. А также можно использовать жесты и мимику, разумеется. Этим вы тоже придадите какую-то окраску своей речи. Но не переусердствуйте. Вот лично мне совершенно не нравятся люди, которые сильно машут руками, там что-то хотят изобразить. Хотя есть такое мнение, что важно не содержание, а форма. Один американец, не помню, как его зовут, не суть, он провёл такой эксперимент. Он собрал людей на какую-то тему, может быть, даже вот на эту тему о том, что форма важнее содержания. И стал метаться по сцене. Просто ходил взад-вперёд, ни слова не говоря. Поздоровался и пошёл себе ходить туда-сюда, взад-вперёд. И что вы думаете, весь народ сидел, пока полчаса он ходил молча. Если он потом ничего не сказал, я думаю, что к нему больше не придут, конечно. Хотя есть ещё один пример. Тоже такого же содержания. Тоже такой же смысловой подоплёки. Тони Робинс. Помните, он приезжал в Москву? И я видела в записи его выступления, он практически ничего не говорил. Он что-то изредка выкрикивал, какие-то лозунки. В основном он бегал, прыгал, кричал, махал руками, всех поднимал, весь зал тоже топал, кричал, улюлюкал. Вот такой ментор по бизнесу. Самый великий, один из величайших коучей мира. Коуч бизнес, бизнес коучей. Мне всё-таки кажется, что содержание важно, подача важна, каким образом, и жестикуляция должна быть дозированной. Ну, это всего лишь несколько принципов и приёмов, которые используются в риторике. Мы будем с вами говорить о более расширенной версии, так сказать, этой науки. Но прежде всего нужно усвоить, что самое-то главное – это практика. Практикуйтесь, практикуйтесь. Будем вместе это делать. Я вам буду показывать, как практиковаться. А за вами останется, только не лениться и поставить практику на поток. На этом пока всё. С вами была Ирина Себрюгина. Пока-пока. До новых подключений. Субтитры создавал DimaTorzok